Скрытая угроза. Вот новости сегодняшнего вечера. В центре Москвы, в районе Красной Пресни, в одном из жилых домов, в ходе спецоперации задержана банда, готовившая теракт. Никаких других подробностей, сколько человек, кто они, где они предполагали действовать, пока нет. Но Национальный антитеррористический комитет сообщает, что в квартире, где скрывались бандиты, обнаружено самодельное взрывное устройство. Следственные действия сейчас продолжаются. Саперы бомбу обезвредили. И это еще одно подтверждение того, что террористическая угроза это уже реальность практически во всех странах Старого и Нового Света. И главный символ террористической идеологии сегодня это ИГИЛ, куда уходят одурманенные проповедниками ненависти. И иногда они возвращаются. Только по официальным данным из России и стран бывшего Союза на стороне террористов воюет до 5000 человек. И эта цифра растет. Сообщение о том, что сторонники и помощники ИГИЛ задержаны и в российских СМИ, и в казахских, и в азербайджанских, и в таджикских. Мой коллега Кирилл Бранин встретился с тем, кто оказался на переднем крае борьбы с ИГИЛ в России, чтобы узнать, как остановить экспансию самой опасной из террористических организаций. Учеба — это самая распространенная отговорка для родителей. Дети едут якобы учиться в Турцию, а потом через границу в Сирию. Чему там учат, всем известно. Многие быстро понимают, что обещанная в соцсетях жизнь по законам ислама всего лишь миф. Но в этот момент уже слишком поздно. Нельзя даже спрашивать, как зовут соседей по казарме, тех, кто задает вопрос и считают шпионами. Убитые горем родители так и не могут понять, как получилось, что их сын или дочь бросили все и уехали в чужую страну умирать за чужие ложные идеалы. Но эксперты говорят, у вербовщиков для каждого найдется подходящий мотив. В первую очередь игра идет на религиозных чувствах, то есть людей стимулируют некие идейные убеждения, что вот мы строим идеальное исламское государство, халифат — это заветная мечта многих поколений исламистов. Соответственно, мы сейчас ее реализуем, давайте присоединяйтесь к этому. Второе — это то, что обещает им жить по шариату, что вот вы живете в светских государствах, там не соблюдается шариат, если вы переедете на территорию халифата, то здесь и есть вот абсолютно идеальное право. И некоторых еще берут тем, что им предлагают некие материальные решения проблем, что вот вы приедете, мы вам дадим жилье, мы вам дадим все. Такие обещания подкупают многих. В группе риска совсем молодые люди со свойственным возрасту обостренным чувством справедливости. Они мало знают о религии и уж точно не догадываются, что идеология боевиков ничего общего не имеет с исламом. Эти люди с именем Аллаха воюют против ислама. Они искажают все, что святое. Посмотрите, если слова «Аллах Акбар» эти слова произносят, когда рождается ребенок. Эти слова произносят, когда строят дом. Эти слова произносят, когда человек там чего-то в жизни достиг хорошего. И сегодня с криком «Аллах Акбар» режет людям головы, как животным, криком «Аллах Акбар» убивают, взрывают мечети, святыни. Вот эти слова, благодаря вот этим неверующим, вот этим людям, которые там под видом ислама творят зло, вот эти слова, не то что настораживают людей, вызывают панику среди людей. Именно поэтому и в Ингушетии, и в Чечне власти борются с любыми проявлениями так называемых радикальных течений в исламе. Ведь с проповедников ненависть и начинается дорога к боевикам. Месяц назад у нас был такой случай, когда в одном из сел появился там некий, некий какой-то идеолог, да? Это общественная сцера дала информацию по нему, его арестовали, задержали, потом с подпиской о невыезде отпустили. И с ним тоже работают органы, все в рамках закона. То есть никто, даже чрезмерной силой не применяет к этому человеку. То есть ему объяснили, он понял свою ошибку, свою призву, что он был неправ. Он находится в подписке о невыезде, ждет решение, какое будет по нему принято. Может, по крайней мере, ему дали понять, что он не на правильном пути. Призыв убивать, говорят на Северном Кавказе, это путь против религии. И тех, кто встал на этот путь, здесь считают врагами. По оценкам экспертов, за последние годы к боевикам ИГИЛ присоединились больше двух с половиной тысяч граждан России. Тех, кто понял, что совершил ошибку, сотни. Еще больше погибли, так и не успев разобраться. Поверить вербовщикам многим было легко, но цена этой идеалистической наивности оказалась слишком высокой. Кирилл Бранин, Наталья Штонда, Дмитрий Бедарев, Максим Глушков, Муслим Басханов, Ислам Устарханов и Андрей Маслихов. Воскресное время. Первый канал.